Йоу, ребята! Четвертый урок. Скорость на футворке. Методы отработки, оттачивания навыков. Мы прошли три урока. Сейчас подумаем, я вам расскажу, как это все применить в действии. Первый урок у нас это посадка. Еще раз повторюсь, ребят, что это просто чистый лист, фундамент, на котором все строится. То есть здесь отработка в том, что вы постоянно следите за этим, за вашей посадкой. Как вы ставите руку, как вы возвращаетесь на ноги, на носок. Второй и третий уроки это махи, изоцикливание, мелкие движения. Несколько методов конкретно от меня, как я это тренирую. Первый метод самый динамичный, самый экспрессивный и, наверное, самый тяжелый. Потому что с увеличением или с вашим уровнем, вашего опыта, мы будем брать больше отрезок времени. Времени какого? Мы берем, например, начальный уровень 10 секунд. И используя темы у уроков 2 и у уроков 3, за 10 секунд вы выносите себя на полную. О чем я говорю? То есть вы постараетесь достичь максимальной скорости вашего футворка, пока вы не собьетесь, пока у вас ноги не начнут заплетаться. И постарайтесь держать ее в течение 10 секунд. Если вы чувствуете, что вам это комфортно, делайте 20 и делайте 30. 3 раунда по 10 секунд, либо по 20, либо по 30. Между ними перерывы в 30 секунд. И опять же, ребят, это не должно быть какой-то экономии. Это должен быть вынос на максимум, после которого вы встаете, у вас учащенное дыхание, вы горите. То есть тогда ваше тело начнет пробивать какую-то невидимую стену, сквозь которую вы не могли раньше пройти. То есть вы, вроде бы кажется вам быстро, но на самом деле это как бы такой защитный рефлекс организма, который вам наоборот заставляет ребят, типа, братан, остынь, не разгоняйся. Но это надо отключать, и таким образом вы это тренируете. 10 секунд на полную. Я думаю, 10 секунд это довольно-таки доступный уровень для каждого. Дышите и снова. С повышением уровня, уверенности, с ощущением того, что отдышки уже нету, повышаете время 20-30 секунд. Что важно при выполнении именно этого метода? Старайтесь во время выполнения упражнения использовать различные техники и движения футворка. О чем я говорю? То есть движение меню фейс на месте, движение циклические по кругу и также различные стилистики. То есть используйте слайды базовые, полуподсечки, да? А также по возможности узлы. Потому что если вы научитесь делать только на комфортных вам движениях, это будет заметно. То есть когда вы делаете, да, вот вы научились делать быстрый секстеп, быстрый кик-аут и зоу-спин. Только они у вас и будут быстрыми. Даже если вы попытаетесь сделать в одном якобы быстром раунде футворка полуподсечки, слайды, при этом миксуя их с зоу-спинами, кик-аутами, у вас будет чувствоваться провал по скорости. Поэтому когда вы тренируете, пускай у вас чуть-чуть скорость упадет, но старайтесь охватывать как можно больше кругозор движений. Тогда только у вас будет максимальный эффект от выполнения этого упражнения. Следующий способ, мой любимый. Мы берем все степы от 1 до 6 и делаем их 10 раз. Здесь есть два способа выполнения. Первый. Вы берете, например, только первый, да, только, то есть sweep, one step, иными словами. И делаете его 10 раз. Сначала на одну сторону, потом сразу же на другую, без передышки, без отдыха. 10 в одну, 10 в другую, только потом отдыхаете, переходите к ту степу, 10 в одну, 10 в другую. И следующий вариант, это когда вы берете только одну сторону, но вы делаете 10 one step, 10 two step, 10, 3, 4, 5, 6. Это, ребята, повышает, во-первых, контроль, так как вам нужно держать 6 движений в голове друг за другом. И то, что вы делаете каждого движения по 10 раз, это заставляет вас прорабатывать более детально каждое из этих движений. Тем самым уверенность и скорость повышается. Давайте я ради примера сделаю первым способом 3 step. 10 в одну сторону, 10 в другую, без остановки. Погнали. 10 в одну, 10 в другую. Третий метод. Мы делаем 10 раундов по 30 секунд, передвижкой 30 секунд. Здесь не максимальная скорость. Задача в том, чтобы вы взяли какую-то среднюю или, может быть, чуть выше средней. И на протяжении всех 30 секунд старайтесь держать эту скорость. То есть, чтобы у вас не было, да, вы начали с пика и постепенно уменьшается, уменьшается. И заканчиваем вообще не пойми какой скорости и в какой форме. Берем скорость и держим ее все 30 секунд. 30 секунд дышим. Повторяем. И, опять же, повторюсь, ребят, когда вы делаете, охватываете максимальный словарный запас. Да, так называемый. Вы взяли не самую быструю скорость. Значит, теоретически у вас есть время чуть-чуть больше думать во время того, как вы танцуете внизу. Я спокойно делаю подсечки, остановки, смены направления, развороты, какие-то охваты, смены уровней. Снова возвращаюсь и так далее. Я не зацикливаюсь на каком-то одном движении. Это было в других методах. Здесь, еще раз, держу скорость и максимальный запас разнообразных движений. Разные стилистики, разные направления и уровни. Ну что, друзья, вот три метода отработки пройденных тем. На втором, на третьем уроке, повторяюсь еще раз, первая тема – посадка всегда. То есть, я об этом уже не говорю. Это ваш фундамент, который здесь заложен. Этими способами отрабатываем темы второго и третьего уроков. Повысите уверенность, контроль движений в голове и скорость, чему и посвящен наш курс «Домашнее задание». Здесь все просто, ребят. Старайтесь по первому движению. Вы должны по-честному сделать самую быструю вашу скорость. Если вы можете ее удержать только 10 секунд, окей, вы записываете 10 секунд. На втором, варианты движений вы можете делать те, которые знаете вы. Например, я знаю, да, не один вариант форстепа, я знаю их несколько. Вставляете тот, который комфортен вам. Задача – постараться соединить это и не запутаться, нигде не сбиться. Ну а по поводу третьего, где вы делаете 10 раундов, я хочу увидеть именно 10 раунд, ваш последний 10 раунд. Присылайте мне только последние 30 секунд, которые мне дадут понять о том, как вы поработали. Я могу понять, что было до этого, и как вы сохранили свою выносливость, и какую вы скорость смогли додержать до вот этого 10 раунда. Ну а это был четвертый урок, последний урок нашего курса «Скорость на футворке». Я надеюсь, ребята, что все вы потрудились на славу, получили как минимум удовольствие от этого. И я уверен, что может быть небольшой, а может быть большой, результат вы так или иначе получите. Всем спасибо! Спасибо!